Здравствуйте, дорогие друзья, я Сергей Балагерев, и мы продолжаем углубляться в ORM Django. На этом занятии мы с вами рассмотрим несколько агрегирующих методов. Если перейдем сюда, вот эту оболочку фреймворка Django, я ее запущу с флагом print.sql, и выполним вот такую команду vimin.objects, и здесь укажем count, то на выходе получаем количество записей в таблице vimin. А сам SQL-запрос имеет следующий вид. Здесь фигурирует вот это вот ключевое слово count, потом s и два подчеркивания count. То есть число записей подсчитывается в базе данных, а нам возвращается вычисленный результат. Это большой плюс такого подхода. Нам нет необходимости передавать большие блоки данных лишь для того, чтобы, скажем, подсчитать число этих записей. Все делается на месте, в базе данных. Это часто заметно ускоряет подобные процессы. Именно поэтому так важны агрегирующие функции. Информацию о них можно, конечно же, посмотреть на странице документации. Если мы перейдем сюда в раздел querySet, а именно методы querySet, то вот здесь вот ниже у нас как раз и будет список агрегирующих функций. Вот они здесь приведены. avg, count, max, min, ну и некоторые другие. И как раз о них пойдет речь на этом занятии. Итак, чтобы воспользоваться этими агрегирующими функциями, их вначале, конечно же, нужно импортировать. Они импортируются из ветки DjangoDB Models. Это count, подсчет количества записей, sum, это суммирование значений соответствующего поля. Потом вычисление среднего, максимальное и минимальное. Дальше ими воспользуемся. Как это сделать? Для примера я возьму вот эту таблицу husband, и давайте почитаем, допустим, максимальный и минимальный возраст. Для этого я здесь добавлю некоторые записи, ну пусть будет у нас здесь 25, а здесь, допустим, значение 40, вот так вот. Сохраним изменения, и, соответственно, мы здесь вот сделаем, пропишем следующий запрос. Таблица husband, потом object, стандартный менеджер записей, и далее мы должны прописать вот такой вот метод, который называется aggregate. И уже в этом методе использовать тот или иной класс. Ну, например, мы хотим подсчитать, какой минимальный возраст есть вот в этой таблице husband. То есть, среди всех записей выбрать значение с минимальным возрастом. Давайте выполним этот запрос. У нас на выходе получается вот такой вот словарь. Причем у этого словаря ключ следующий. Age, вот это вот, это название поля, вот оно. А два подчеркивания min, это как раз вот эта вот агрегирующая функция, которая была применена. Вот так вот на автомате формируется данный ключ. Ну и минимальное значение в нашем случае 25. Действительно, если посмотрим сюда вот на базу данных, то минимальное значение среди всех возрастов, это как раз 25. И это минимальное значение здесь выводится. Ну а сам запрос выглядит вот так вот. Значит, select, потом вот эта вот функция min, которая отрабатывает на уровне базы данных. И, соответственно, выбирается для возраста минимальное значение. Ну а в качестве ключа вот у нас формируется такое поле hmin, то есть вычисляемое поле hmin для минимального значения. И возвращается оно в виде вот такого вот словаря. Или можем указать сразу две агрегирующие функции min и max. Допустим, тоже здесь пропишем h. Выполняем. И в словаре у нас уже появляются два ключа. Значит, hmin и hmax со значением 25 и 40, что, в общем-то, верно. Если по каким-то причинам вот эти вот стандартные ключи нам не подходят, то их, конечно же, можно здесь переопределить. Если мы пропишем перед min, допустим, yan, вот так вот, а перед max old, то у нас формируются вот эти вот новые ключи. Здесь видим yan, а здесь old. Также с этими агрегирующими функциями можем выполнять различные операции. Например, давайте вычислим разницу между максимальным возрастом и минимальным. Значит, здесь будет max h минус min тоже h. Вычисляем. И получается разница 15. Причем, когда мы делаем вот такие вот вычисления дополнительные, то вот это вот поле, название поля, здесь явно уже нужно указывать. Оно не вычисляется. Поэтому, если бы я не прописал res равняется и вот это вот вычисленное значение, то произошла бы ошибка. Или можем выполнить такую команду. max минус avg, то есть взять среднее значение возраста, ну и посмотреть разницу между максимальным и средним значением. И так используются класс агрегирующих функций. Ну, давайте отдельно вот это вот avg мы пропишем, посмотрим, чему будет равен средний возраст. У нас получается 30 на целый 5 десятых. Или можно сделать следующим образом. Вот здесь вот по сообщек прописать метод filter, отобрать какие-либо записи по критерию. Допустим, критерий будет такой. pk больше, чем 2. То есть мы будем отбирать все записи, у которых идентификатора больше 2. А потом применим агрегирующую функцию. Ну, допустим, такую. Значит, res равняется. Я возьму функцию count. И здесь укажу, ну, допустим, вот это вот поле cut id. Давайте посмотрим, что у нас на выходе получится. А, да, конечно же, у модели hasbot нет поля cut id. Я в голове держу модель vimin, а пишу hasbot. Значит, здесь мы vimin, потом objects. Отберем все записи, у которых, значит, идентификатор больше 2. И вычислим количество записей. Значит, выполняем. И у нас получается 3. Действительно, если перейти вот в эту таблицу vimin, то видим, что у нас всего 5 записей. И 3 записи, у которых идентификатор больше, чем 2. Вот это вот количество 3 мы как раз здесь и получаем. То есть, вот так вот вполне можно комбинировать методы filter и aggregate. Далее мы с вами рассмотрим еще один метод, который называется values. Смотрите, если мы с вами из какой-либо таблицы будем выбирать записи, ну, допустим, вот так вот я пропишу здесь вот all, выполним, то в select мы видим, что отбираются абсолютно все поля. То есть, для каждой записи отбираются все поля. Но что если нам нужно не все поля взять, а, скажем, только вот этот поле title и поле cut.id? Как это можно было бы сделать? Это можно прописать как раз с помощью метода values. Вот здесь вот вместо all или после all, но я вместо all пропишу values. И дальше указываем те поля, которые мы будем отбирать для наших записей. В данном случае мы возьмем два поля. Значит, это будет title и cut.id. Так, я немножко поторопился. Вот так вот, cut.id. Если мы попытаемся выполнить вот этот вот запрос, то, смотрите, у нас формируется вот такой вот, соответственно, SQL-запрос. В нем будет фигурировать только два поля, и мы отбираем все записи. И в результате querySet выглядит вот таким вот образом. Значит, здесь у нас словарь идет, поле title и поле cut.id для каждой записи. Или можем сделать так. После вот этого values прописать еще метод get и отобрать строго определенную запись. Ну, допустим, вот по ключу 1. На выходе получим, соответственно, вот эту вот первую запись, Анжеле Анжели и вот эту вот категорию, равную единицу. Или можем сделать даже так. А вместо cut.id пропишем поле name, которое хотели бы получить из вот этой вот связанной таблицы категории. Давайте посмотрим, что у нас на выходе получится. Выполняем. SQL-запрос выглядит следующим образом. Вот здесь вот появилось еще такое ключевое слово. InnerJoin. И с помощью этого ключевого слова отбирается вот это вот поле name из связанной таблицы категории. А таблица связывается вот как раз по этому внешнему ключу cut.id. И здесь у нас берется cut.id, а в таблице категории, соответственно, фигурирует id. То есть мы связываем записи вот по этому критерию, отбираем вот это вот поле name, и это поле name вот здесь вот у нас фигурирует. То есть вот так вот мы можем совершенно спокойно брать значение из одной таблицы и из другой. И с другой связаны, конечно же, таблицы. И у нас получается связка двух таблиц по innerJoin. Или можем, конечно же, сделать так. Вот это вот get убрать, просто прописать values, title и cutName. Тогда у нас будут выбраны все совершенно записи, у которых фигурирует title и вот это вот cutName. Вот так вот можно работать со следующими агрегирующими функциями, методом aggregate и, соответственно, методом values. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok